Всем привет! Это канал Биток Блог и сегодня я вам расскажу последние новости из мира криптовалют к этому часу. В своем недавнем отчете самый крупный инвестиционный банк Golden Saks говорит о том, что в развивающихся странах, в которых нет достаточного обеспечения традиционными деньгами, биткоины и другие альтернативные криптовалюты могут с большей вероятностью быть использованы населением и стать достойной альтернативой реальным деньгам. После такого глобального заявления некоторые влиятельные инвесторы сменили свою точку зрения касательно криптовалюты. Один из самых известных критиков биткоина Джимми Даймонд с недавнего времени смягчил свою точку зрения касательно биткоина и криптовалют в целом, однако он уточнил, что по-прежнему ими не заинтересован. Легендарный инвестор Уоррен Баффетт вообще не считает биткоин деньгами и рекомендует всем держаться от него подальше. А основатель самого крупного хедж-фонда в мире Рэй Далио называет биткоин очередным экономическим пузырем. Стоит напомнить, что банк Golden Saks считается самым влиятельным в мире финансов и политики, а такие издания, как The Independent и Al Jazeera считают, что этот банк контролирует финансовый мир. Госдума подготовит законопроект о включении криптовалют в конкурсную массу при банкротстве, а также о противодействии уходу от налогов с помощью аналогичных активов, заявил Анатолий Аксаков. Также глава по финансовому рынку заявляет о том, что криптовалюты пора уже облагать законами и регуляторами и внести эту сферу в правовое поле Российской Федерации. Также можно дать описание процедур ICO, но оно не сработает, так как не прописано в правовой конституции. Пока криптовалюты остаются вне поля действия законов, транзакции продолжают проводить анонимно и никак не регулируются. Законопроекты, о которых говорит Аксаков, должны внести в ясность в использовании этих виртуальных денег и, возможно, легализовать их в повседневном использовании. Миллиардер-инвестор Уоррен Баффет относится с пессимизмом к вопросу о криптовалютах и предсказывает их крах. Однако, когда и как это произойдет, он сказать не может. Также он отметил, что его холдинговые компании не участвуют в торгах биткоином или другими криптовалютами. Баффет уверен, что цены на криптовалюты снизятся в ближайшие 5 лет, а также придерживается мнения, что биткоин – очередной пузырь, который не производит никакой стоимости активов. Министерство финансов Российской Федерации задумывается об открытии доступа для торговли криптовалютой на биржах с условием, что данные биржевые площадки будут иметь официальный статус. Сейчас разрабатываются соответствующие законопроекты, которые, по словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, не намерены жестко ограничивать и регулировать транзакции с криптовалютами, но в то же время установят твердые рамки. До сих пор Министерство финансов претерпевает трудности с составлением списка подходящих бирж, и этот вопрос остается самым сложным. Однако, Министерство планирует внести проект на рассмотрение уже в феврале. Напомним, что ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что торговля на бирже может осуществляться только профессионалами данной области, тем самым поддержав ограничения биржевой торговли криптовалютами. Другие новости вы можете посмотреть на нашем сайте, ссылка есть в описании. Следите за новостями вместе с нашим каналом. Ну а я с вами прощаюсь, до скорой встречи!